вот давно собирался сделать сравнение универсальные штативы все никак не было то желание то сборцы то чуть-чуть и тактайство появлялись вот от меня собрался и того люди работающие на микроскопах обычно начинают с штатива настольного того такого как здесь который позволяет в случае с микроскопом олимпус как здесь иметь подъем максимальный от края микроскопа примерно 19 сантиметров и так как фокусное расстояние с самого микроскопа один сантиметр у нас может толщина объекта до 8 сантиметров поместиться в кадр точно так же если у нас объект широкий то пока он нужно место не дотянется до 10 сантиметров от края можем на этом штативе объект у нас например стоит материнская плата мы хотим что-то обработать что-то находящее если больше чем 10 сантиметров от края платы увы нас не пустит а стойка микроскопа еще ситуация когда нам не хватает обыкновенной стойки то если мы поставим на микроскоп так называемую auxiliary lens то есть линза для дополнительных действий эта линза увеличит расстояние по миксу на микроскопа на 200 миллиметров например тогда в данном случае в данном штативе линза будет фокусироваться на самом краю штатива при максимальном подняке естественно никакая плата сюда не поместится никакой элемент не поместится потому что фокуса не будет для того чтобы решить такие ситуации приходится использовать так называемые универсальные штативы универсальным штативом является система которая состоит из каким-то путем закрепленной толстой желательно цельнометаллической трубы почему цельнометаллической потому что крепление испытывает очень большие нагрузки при полном выносе микроскопа и эти нагрузки во первых выламывают очень сильно крепление поэтому должно быть здесь хороший зажим во вторых система если у нас будет малейшее не не цилиндрическое отверстие у нас будет очень плохо ходить система поэтому для того чтобы обеспечить устойчивость от воздействия делают обычно цельный литой обточенный металлический каркас металлическая труба вот на эту трубу ставят так называемую кросс-секцию вот она у нас кадре такая красивенькая задача кросс-секция преобразовывать соединять вертикальные движения вертикальный модуль и горизонтальный кросс-секция соединяет горизонтальную штангу с вертикальной трубой в горизонтальной штанге вопрос веса большого и жесткости не стоит и жесткости здесь хватает поэтому я делаю обычно из трубы довольно толстыми стенками в данном случае у нас идет качественная труба из алюминия толщина стенки здесь у нас выходит 7 миллиметров на стеночке сделана сделана проточка на всю длину толщиной 2 миллиметра которая обеспечивает при зажатии ее бултиком направляющим устойчивость штатива если бы этого среза не было то при нагрузках при поворачивании микроскопа в бок при укреплении появляется выламывающий момент и другую постоянно было мало как кстати происходит еще он и китайским штативом тут за счет толстой проточки если мы это дело фиксируем то либо выламывающий момент даже там с весом 2-3 килограмма микроскопа нам не страшен то есть штатив не сгибается мы можем попытаться посмотреть реально наш микроскоп олимпус на этом универсальном штативе вынос максимально возможно от трубы по этим штативам у нас получается примерно 60 сантиметров мы можем плавать над объектом по радиусу 60 сантиметров высоты обычно этих толстых труб и до 40 сантиметров это стандарт иногда будет более длинный как в моем случае 60 сантиметров при высоте 40 сантиметров мы можем закрепив этот универсальный штатив посередине стола обслуживать объекты с толщиной до 30 сантиметров в данном случае мы так и делаем поднимаем крепим если опорное колечко закреплено то у кросс-секции горизонтальное вращение элементы никаким путем не крепится не должен вращаться только лежа на кросс-секции такая получается система за счет того что у нас фокусер может вращаться вокруг оси крепления мы имеем дополнительные довольно плавные изменения отступ от штанги который покрывает собой 15-20 сантиметров нам позволяет не меняя длину штанги плавно двигаться этих подделок 15-20 сантиметров высота объекта как я уже сказал может быть до 30 сантиметров микроскоп это получается если мы берем линзу 0.5 которая поднимет сделать фокусное расстояние 20 сантиметров а все равно будет оставаться целых 10 сантиметров точна объекта не говоря о том что при желании вам никто не мешает заказать трубу не 40 сантиметров а 60 здесь у вас будет вообще раздолье для любых сложных схем ух ух универсальные штативы имеют стандартизированный переходник то есть как бы в конце у них всегда стоит отверстие диаметром 16 миллиметров и высотой 32 миллиметра небольшой фиксатор который обычно не фиксируют и туда вставляют собственно фокусеры разных исполнений которые имеют палец штырь январь 16 миллиметров и и задача куда-то закрепиться дальше же они без фиксации больше легко поворачивать дают нам лишнюю элемент плавности вращения такие аниверсальные штативы простые они вообще-то не особо дорогие но они имеют один такой существ недостаток за счет того что микроскоп любой там полтора до килограмма веса надо будет больше веса создаются сильный выламывающий момент невозможно легко в весящем микроскопе изменить например отступ продвинуть штамму для этого нужно одно рукой фиксируем микроскоп трое рукой отворачиваем раздвигается как начинает микроскоп сваливаться от вращательных сил выбираем нужное положение так не спеша потому что обычно ход довольно тугой выбрали фиксируем обратно то есть процесс изменения высоты или ширины это довольно длительная такая песенка вот надо еще зафиксировать вот получается первое неудобство это любое изменение позиции не так просто хотя это не так часто нужно обычно хватает родного края хода фокусером который у например модели ленинга на олимпуса родной ход это примерно 4 сантиметра даже 5 сантиметров у нас потом отойдет фокусер на подцепниках поэтому можете регулировать плавность у нас доходит очень жесткая нежда вот и того получается что если нам не нужно часто перестраивать позицию то в общем-то такой универсального штатива по уши хватит по пути иногда в нем есть возможность немножко изменить наклон вот этого фокусера относительно штанги сверху часто бывает пара болтиков отворачиваем меняем угол и фиксируем она конечно не так оперативно если здесь были управляемые ручки но тем не менее неплохой выход берете выбираете положение вставляете угол какой-то там который вас интересует я обычно от горизонта и работайте дальше то есть по сути такого универсального штатива обыкновенного хватает для очень многих работ и вы если даже вы приедете мобильники вам может нравиться вариант когда статив стоит в углу стола стол перед вами свободен и вы просто в нужный момент поставьте микроскоп к вам оттаскивайте это как бы самый стандартный универсальный штатив самая простая схема она простая и надежная но некоторым людям нужно дополнительные извраты например нужно обеспечить часто ход больше чем 5 сантиметров или нужно все-таки менять наклоны что-то проверить ну то есть может быть миллион причин тогда появляются какие-то новые варианты один из них это поставить другой фокусер если мы вместо нашего данном случае никона поставим фокусер название от фирмы пролайт то есть мы берем снимаем один ставим второй вот наш пролайт можем получить определенный набор новых свойств я выберу сейчас правда надо сказать что этот фокусер требует уже фиксации узлу крепления потому что он будет висеть соответственно если его не зафиксируем будет немножко неудобно вот если мы зафиксируем получилось новое свойство мы получили систему при которой дополнительно в конце штанги у нас появляется свой родной ход в том случае это будет четыре сантиметра сам фокусер не на подшипниках она ласточки на хвосте соединения он имеет вверх 6 сантиметров хода и вниз сантиметр мы имеем 7 сантиметров хода родного мы имеем оборачивание довольно больших пределах округа оси и самое приятное в данном случае хотя это не всегда работает но по меньшей мере она до какой-то степени работает это мы можем тут сочленение в этом уголке ослабив его обеспечить наклон от всей системы каких-то пределах наклонили фиксируем болтом но пробовать хотя это конечно не очень надежный вариант нужно хорошо затягивать винт лучше сделать прокладку из резервы но тем не менее мы можем ослабили винтик выбрать какое-то положение которое нас интересует это получается довольно реальный вариант на весь микроскоп довольно реальный вариант который можно до каких-то пределов осматривать объект не делая дополнительно большого количества движения вот еще раз повторяю мы получаем здесь в конце штанги лишних 5 сантиметров хода на дополнительной штанге и сам фокусер имеет 7 сантиметров хода вместо 5 у него получается возможность делать определенный наклон то есть это легкое решение когда вы не платите дополнительных денег сортах и получаете определенное удобство еще пример фокуса фокусера дополнительного который вставляется мне сами что-то обыкновенный эта система которая позволяет точно иметь планы что она на это точно рассчитана на это точно рассчитана я сам ее делаю вот она у нас опять же мы должны зафиксировать эту систему в микроскопе в штанге до кончания дальше мы получаем довольно неплохую систему единственное она требует фокусер чуть другого стандарта она требует дальше ставить фокусер который надевается на ось толщиной 25 миллиметров сейчас мы такой найдем сейчас мы его найдем я паузу пока ищу вот то есть мы в данном случае должны поставить некоторый фокусер это фокусер Nikon старого типа который имеет отверстие 24-5 миллиметра диаметром и само движение идет на за счет скольжения то есть здесь нет подшипников тем не менее он так как здесь нет никаких сотрезов как на MBS 9-10 то здесь очень плавный ход поставим эту систему фиксируем и получаем решение которое совершенно официально подожимает изгибание микроскопа то есть здесь получается вот такой нажимающий элемент правильно сделан и вот этот элемент правильно зажать он нужное положение фиксирует здесь очень правильно схема соответственно даже наш тяжелый олимпус должен бы удержаться то есть мы ослабиваем наполняем нужное положение и фиксируем ослабили наклонили фиксировали и здесь точно так же можно поменять высоту хотя так вот здесь идет материал не железо не металл а не сталь а что-то типа алюминий подобный то конечно будет все нагрузка за него держит то есть максимум для него это лимпус и то под вопросом лучше всего на такой переходник ставить не поменять тем не менее мы можем официально целиком изменили наклон зафиксировали и работаем это такие варианты альтернативные окончания вот то есть как бы получается мы по простым универсальным штативом которые у вас есть и того то есть мы таким путем посмотрели что базовый универсальный штатив это прекрасное решение если у вас будет микроскоп типа римпус 4045 или никон 645 или никон смз 1 это относительно не тяжелые объекты и вы ну не сильно возвращаетесь наклонами а такого решения хватит больше тем не менее тем не менее тем не менее для тех которые почему-то не хватит стандартных возможностей есть варианты с небольшими возвращениями например посмотрим унициальный штатив блок от фирмы American Optical фирма которая очень интересно делает механику но довольно интересно по словам и оптику тоже но тем не менее она погибла от оптика включали если возьмем один из стальных штативов это получается вот такая система чем он отличается например наша стандартная здесь кругом металл железа а не алюминий то есть мы посмотрим нашу опорную штангу она имеет пять миллиметров настоящей стали ну я понимаю эта сталь какая-то немножко ржавеющая но не так чтобы сильно ржавеющая то есть у нас это джавеющая эффект обеспечения само собой что сталь от алюминия гораздо тяжелее царапается и гораздо дольше существует работает вот получается опорное колечко дальше у нас идет длинных размеров плечо для сливания это плечико позволяет нам надо посверху это плечико позволяет нам в одном направлении на 90 градусов поворачиваться в другом за счет того что я сточил здесь направляющих мы вообще имеем 120 градусов таким путем получается мы поставим на микроскоп можем довольно легко покрывать только за счет изворота микроскопа покрывать пространство где-то под сантиметров сорок диаметром мы берем так вот и двигаемся по пути эта система за счет того что здесь кроме металла нет нигде алюминия она позволяет легко реализовать поворот при том здесь поворот прилагается к центру почти к центру массы то есть мы берем здесь опускаем болтик поставим любое положение фиксируем здесь железо к железу то есть сталь к сталь поэтому получается очень прочное соединение в отличие от предыдущего алюминий соответственно разворачиваем зафиксировали оно будет держать вот есть фиксатор который позволяет зафиксировать этот угол хотя обычно и не нужен разворачиваем красивенько слабо двигается хотя я не вижу смысла на фиксаторе и того получается с разворотами мы разобрались здесь еще очень даже неплохо сделано крепление горизонтального этого штанги к собственно фокусу тут идет опять же на металле два мощных красивых болтика которые можно затягивать меняя их силу сопротивления таким путем можно сделать так что например веса до 3 кг штатив будет легко принимать любое из углов на этом угле стабильно держаться здесь опять же усил сопряжения сделан из алюминия то есть железо на железе сталь на старе поэтому например скоп весом полтора килограмма на нем без всякого дискомфорта держится в любом углу соответственно его можно оставить туда-сюда получается очень удобная вещь для того чтобы легко получать почти что любой угол наблюдения если это надо вот вот оно будет работать и наше здесь начинает мигроскоп выскакивать а зажим здесь родной не работает получается при таком сильном наклоне мигроскоп начинает немножко гулять тем не менее вы можете наклонить его и что-то так рассмотреть даже может придется вот так смотрите с таким огромным углом на нужный объект не знаю кому это зачем нужно возможно это понравится ювелиру вот я сейчас наблюдаю пожалуйста вот такая милость то есть это получает очень мощный хороший штатив фокусер имеет у него ход семь сантиметров жесткость у него офигительная то есть прикольно хорошее решение для соединения универсальности и мощности вот идем дальше следующий этап увеличение качества материалов для универсального штатива простого типа это такой интересный штативчик который имеет вынос поменьше чем алюминиевый блок универсального штатива здесь целый 10 сантиметров меньше вынос но здесь все сделано из металла здесь нет алюминия из стали но все сделано очень качественно все зажимы сделаны не напрямую болт упирается в металл а идут бронзовые прокладки болт займет на прокладку и прокладка плавно обжимает направляющие получается эта схема имеет заметно меньший вынос 10 сантиметров то есть 50 сантиметров от центра по сравнению с тем что было 60 у алюминиевого штатива но эта схема позволяет получить в пределах этого маленького выноса гораздо более мягкое движение гораздо более устойчивы к наклонам систему здесь например контролирующий элемент идет отдельным болтом мы его выставляем и он в толстом пазу сделанным уже не из алюминия а именно из стали фиксируется фиксируется вот результате от убедения как таковых нет вообще то есть этот штатив как бы не дает особых функций на юниверсальные движения вперед-назад но оно просто сделано вот так вот вернули его подвинулись просто очень красиво исполнение то есть все как обычно но на более высоком уровне вот такой вот штативчик универсальный который периодически бывает на ebay за разумные деньги вот где-то так вот ну теперь мы как бы можем посмотреть еще последний вариант который предлагает фирма Nikon то есть оригинальный Nikon с довольно интересными приятными функциями для тех кому нужно небольшой вынос на тонкой работе то есть это действительно натуральный никонский штатив он проживает что вы это тяжелое основание прикрутите куда-нибудь к столу он дает устойчивость неплохую ну в идеале его можно крутить чем этот штатив интересен то есть вообще оригинальные никонские штативы это очень большая редкость обычно мы имеем хорошие фирмы но Nikon штативы пускает только самые навороченные он как обыкновенный штатив имеет опорное колечко единственно сделано за счет стяжки металла а не упирание в основание кольца то есть получается здесь более плавный и гораздо более уверенный зажим то есть колечко просто затягивается кросс-секция здесь сделано так что элементы имеют идеальное прилегание то есть идет у нас скорее всего максимум 0,1 мм видение кросс-секция имеет очень малый штанга имеет очень маленький вынос буквально 1 см она не этим хороша интересно хотя учитывая что здесь полированный никелированный металл довольно неплохо самое интересное здесь способность возможность иметь тонкие движения одно из которых это мы можем всю систему плавненько двигать уход это выноса у нас наверное 6 см выноса 6 см плавных то есть мы можем брать объект над ним плавненько двигаться в каких-то пределах во-вторых очень интересно он имеет специально задуман зажим который обжимает разъем за счет стяжки колечка вокруг оси то есть он тоже специально задуман для того чтобы его выгибали то есть мы берем выбираем положение фиксируем микроскоп и в любом исположении оно очень мягко но уверенно фиксирует наклон третье точно так же есть наклон вращения по ризонтали всего блока точно так же сделано правильно то есть идет зажим за счет плавного обжатия оси взяли таким путем этот нефиновский штатив как раз рассчитан на если мы его слабим выставляем абсолютно любой угол этот угол отлично работает и мягко и жестко держится вот вот это очень интересное решение в принципе я говорю нико не делает больших штатив но те небольшие что он делает они очень интересны ну в узком кругу давайте попробуем максимально сжать вот такая штучка но если порода деятельности если порода деятельности вам нужно часто изменение высоты то все указанные раньше штативом будет немножко неудобнее потому что у всех них переход на новую высоту это плавная боль и печаль для таких случаев есть интересное решение это штативы типа акробат во первых такие штативы нередко крепятся с краю стола например штатива фирмы Leica который кстати делают в городе Баффало штат Нью Йорк USA вот здесь само крепление к столу идет мощная система два зажима идут с тонкой резьбой то есть плавной внутри идет крепление в которое отверстие в которое вставляется ось собственно штатива универсальная здесь у нас идет бронзовая прокладка поэтому она обеспечивает плавное движение и мягкость попробуем этот штативчик закипит основным на столе и посмотреть чем он отличается в работе от обыкновенной штатива универсальная я понимаю что акробаты не особо интересны людям кто занимается электроникой но как я слышал они очень по душе людям которые занимаются вот сделали основу берем эту основу вставляем собственно модуль акробатовский у нас принцип акробата все в одну секунду в данном случае это мод идет с фирмы Leica то есть он имеет очень простое устройство но тем не менее это устройство которое вам делает фирма Leica в конце акробата как обычно идет разъем 16 мм чтобы поставить фокус то есть фокус у нас идет любой качественный у нас есть во-первых система которая позволяет иметь гораздо более большой вынос от центральной оси чем универсальные штативы а именно здесь мы дойдем я думаю до 70 см проверяем от края ну нет 63 ну ладно то есть выносы измеримы с выносом базы универсальных штативов но в отличие от них принцип работы следующее вы ослабеваете ослабляете зажим дальше под вес вашего фотоаппарата не раз подтягиваете здесь пружину и вы добиваетесь того что вы получаете статистическое равновесие в данном случае я пружин не подтягивал поэтому у нас штатив немножко выходит вверх если правильно под этот вес подогнать пружинку мы будем получать вариант когда любая высота делается без особых нагрузок дальше мы выбираем рабочую высоту фиксируемся и работаем с помощью фокусера получается здесь любое изменение положения у нас идет фактически либо движение одной рукой с помощью фокусера дополнительно меняем высоту либо с другой рукой легонько ослабеваем зажим выбираем рабочую нужную высоту или положение фиксируем зажим все новое положение поставилось то есть это очень интересная технология она довольно она на самом деле очень компактна единственный вопрос в том что у нее могут быть определенные биения потому что система имеет не такую жесткость как схема скорой секции жесткость для кучи работ должна хватать я нажимаю сейчас пальчиком довольно сильно загуляет но мы получаем очень легкое управление а жесткость не всегда так важна особенно если мы в глазами будем микроскопы не будем касаться вот так называемый акробат один из исполнений исполнения фирмы лейк сам собой можно поставить мы сюда даже при желании ослабив направляющей можем фокусы понаклонять возможно это тоже будет кому-то интересно то есть легко наклонили зафиксировали наклонили зафиксировали плаваем дальше ну и наконец акробат который мне очень нравится он не лейка но он тоже какой-то настоящий прочный толстый металл он очень интересен тем что здесь появилось еще одно звено в итоге чего во-первых у него стал дичайший вынос я не могу делать полный вынос нагрузкой потому что я стол не выдержит я попытаюсь сделать поддерживаю микроскоп то есть здесь вынос идет от оси максимально если кому-то очень-очень хочется как минимум подержка минимум 8 см от оси получается мы можем иметь 8 см и обратить внимание 8 см мы делаем в любом варианте делаем вот так делаем так делаем так то есть мы попадем в круг объект вообще можно мартовать круги если очень захочется потому что круги полные как и любой акробат он позволяет менять высоту как и любой акробат если вы поставите правильно пружин мощный вы будете иметь динамическую статическую равновесие то есть он будет в любое положение удерживать сам но в случае не хватает веса микроскопа тем не менее это акробат большой буквы то есть у него огромный обзор у него очень неплохая устойчивость лучше чем лейки ну и главное конечно огромнейший ужасно какой вырос правда в нем в отличие от лейки мы не можем вращать микроскоп вдоль этой оси поворачивать возможности нет ну я думаю а нет есть секундочку мы сейчас даже покажем такой элемент интересный как потенциальное вращение этого блока проверяем фиксатор ослабевает должно быть два фиксатора так и есть два болтика ну-ка есть да получилось тут правда немножко хитрый вариант но по большому счету если очень хотеть мы можем получить вот такое вращение единственное что надо здесь тогда поставить постоянно стоящий шестиграничек вот фиксируем наклон сопряжения центрального блока вот мы сейчас получили включить с одним стативом на дурнях еще и наклона вот оно может быть не так удобно но это лучше чем ничего если сюда поставить эти шестигранички клеить то будет система оперативное изменение здесь естественно честный толстый металл здесь нет алюминия поэтому система выдержит любую нагрузку ну мне даже кажется что она потянет смз 10 у микроскоп но мы все скоро выясним это вот такой вот акробатик для любителей произвращаться развращаться гораздо интереснее чем лейка как по мне по пути очень компактное решение вот так вот получается мы посмотрели с вами варианты универсальных штативов вариант с возможными сгибов но на данном отдельно взятом толстом штыре у меня остался последний пример дальше будем проводить другие штативчики значит крайняя степень жесткости и удобства это штативы которые сделаны с помощью двух штанг штанги как я обычно делаю здесь сплошной металл полированной стержней при этом в блоке сопряжения стоят подшипники это позволяет оперативно и красивенько менять положение микроскопа менять вынос штанги одной рукой без тяк напряжения действия подшипники вставлю я на случай оригинальный блок мне кажется секция хитренькая здесь идет очень плотное примыкание буквально одна десятая миллиметра точность вот это система это как бы верх совершенства штатив которые которые подразумевают изменение высоты с помощью подъема штанг получается поднять высоту нам таки будет неудобно как и раньше если мы захотим изменить высоту подъема нам таки придется как и раньше поднимать тяжелую систему хотя она легко очень ходит поднимать копорное кольцо закрепили но если вдруг мы выбрали высоту и хотим просто работать эта система позволяет очень легко одним пальчиком носить любой вес в данном случае в микроскопе весит 2 кг это не проблема но сюда уже можно повесить настоящий тяжелый исследовательский микроскоп SMZ10U который весит 5 кг фазовой комплектации но точно так же без проблем будет легко двигаться забрать любое положение снизу здесь крепится как обычно стандартный злофокусер поэтому сможете это поставить позже и огромный тяжелый микроскоп SMZ10U но пока закончим эксперимент с линусом получается схема главное достоинство это дико жесткость то есть за счет того что идут две трубы с подшипниками у нас нету люфта в горизонтальном положении при всех штативах люфт возникает хоть и бейся по пути по вертикальной оси люфта тоже нет как таково в принципе люфт возникает только от того что штрих у нас закреплен на мягком основании вот так вот это как бы предел удовольствия для систем когда нам нужно обеспечить максимальную жесткость максимальную плавность и изменение высоты не является критичным при этом вот вот интересный ход это так называем универсальные штативы вот выше микроскоп застеление явности, некая носки. Насадим на стежке диаметром 32 мм. Растерженок фиксируем снизу заглушкой, чтобы микроскоп не выгорелся. Вот и получаем такую вот интересную жесткую конструкцию. Вот. Что у него получили? Такой мощный, красивый микроскопик, который за счет крепления на штативе с двумя штангами абсолютно жестко держится на стойке. Понятно, что это подразумевает, что сама стойка у вас закреплена в столе как минимум с толщиной 2 по 16 мм, а лучше бы 2 по 20 мм дерева, потому что нагрузки при полностью вытянутой штанге такие, что дерево с толщиной 25 мм просто начнет конкретно гулять. Соответственно, вы потеряете то, что платите кучу денег в жесткости. Посмотрите, получается микроскоп с этой мощной системой. Он легко, одни пальчики может регулировать свое положение. Дальше мы доходим в нужное положение, фиксируемся. Вот там фиксатор с той стороны. Фиксируемся, выбираем нужную высоту. Пытаюсь сейчас что-то увидеть. Вот я начинаю. Высота рабочая здесь 85 мм. Ну не так, чтобы очень много, но если у вас есть разрешение, приходится брать высоту поменьше. Хотя SMZU принимает объективы, например, с увеличением не 1, а 0.5, тогда рабочее расстояние делается целых 150 мм. Но это уже совсем нереально для работы. В итоге получаем систему, которая дает нам исключительную жесткость, удобство и возможность довешивать кучу любых компонентов. Называется, мы соединили Никоновский универсальный штатив с двумя штангами на подшипниках с Никоновским же топовым 10-летней давности микроскопом. Вот такая вот вещь. Таким путем в этом видео я попытался вам рассказать, какие примеры штатива у нас есть в природе вообще и у меня в частности. Я думаю, что пару элементов сравнения нам дадут какую-то пользу. Если вы видели пользу в этом, не стесняйтесь лайкать, хотите шерсти. И так как я планирую обзоры дальше, то вы мне можете сильно помочь, написав в комментариях, какие микроскопы желательно и как рассмотреть. Всем спасибо. Надеюсь на вторую встречу. Субтитры сделал DimaTorzok